Двигаться вперед сквозь время и обстоятельства. Меня поддерживает тепло семьи и дома. Альтопрофиль. Создаем тепло и уют вашего дома. Привет, друзья! Хочу вам показать пару полезных советов и хитростей с монтажной пеной. Работая с монтажной пеной и выполняя различные задачи, бывает есть необходимость заменить баллон на клей-пену, например. И чтобы открутить баллон более чисто и не заляпать все вокруг, есть простой способ. Для этого переворачиваем баллон, чтобы он смотрел вниз и спускаем пену до тех пор, пока не пойдет газ. Далее, не тряся баллон, ставим его аккуратно на стол и просто откручиваем пистолет. Таким образом мы аккуратно снимем баллон без излишков пены. Не забывайте обязательно промыть пистолет, чтобы он не засох, особенно когда пистолет стоит пару тысяч деревянных. Для этого можно использовать очиститель пены. Но стоят такие готовые в баллонах жидкости очень дорого и порой дороже даже, чем сам баллон пены. Так что не стоит тратить деньги на них. Я вообще покупаю очиститель в канистрах и поверьте, этого хватает намного дольше. Он дешевле и универсальней. Поэтому сейчас вам покажу пару отличных способов, как очистить пистолет от пены своими руками за копейки и очень быстро. Для этого нужен будет пустой баллон пены. Убедитесь, что он пустой и до последнего спустите остатки газа. Берем обычный нож и отрезаем верхушку баллона. Чтобы не поранить руки, подрежу чуть-чуть края и заверну их вовнутрь юбки. Далее нам понадобится сверло на 4 мм. Вставляем его в шуруповерт и сверлим сквозное отверстие. Я неспроста взял сверло четверку, так как диаметр шприца равен 4 мм. Ну, носик шприца. Вставляем шприц в отверстие и капаем немножко суперклея для лучшей фиксации и герметичности. Далее просто прикручиваем нашу самоделку к пистолету. Наливаем растворителя, зажимаем курок монтажного пистолета и давим на шприц. Таким образом, из-за давления внутри шприца, жидкость промывает пистолет. Вы можете сами контролировать расход жидкости. И поверьте мне, таким способом промывать пистолет в десятки раз дешевле. Сейчас также покажу вам еще один способ, как можно промыть пистолет. Он намного проще и быстрее в исполнении. Нам нужен также пустой баллон монтажной пены. И тут надо сделать пару небольших манипуляций. В первую очередь, аккуратно, не замяв клапан, вытащить втулку клапана. Он там не вклеен, а просто сидит на трубочке. Также нужен кусочек самой трубочки с баллона. Для удобства и наглядности я снял пластиковую насадку. И около края откусил трубочку. Вы ее также можете заменить, если у вас есть такого же диаметра в наличии. По сути, у нас получилось то же самое, только в разы быстрее. Далее простые действия. Мы просто одеваем эти элементы друг на друга и вставляем в носик шприца. Можно немножко добавить каплю клея. По сути, у нас получилось то же самое, только в разы быстрее. Далее просто набираем промывочную жидкость в шприц и промываем пистолет. Я сам пользуюсь этим вторым способом. Мне это нравится и очень удобно. И не стоит, ребят, реально покупать готовые промывочные баллоны. Особенно, если вы часто работаете с монтажной пеной. А таким способом можно сэкономить хорошую часть денег. Продолжение следует... Продолжение следует... Я уже давно сделал себе это устройство. Да, шприц, конечно, у меня чуть-чуть побольше. Он давно трудится в моей мастерской. И помогает в промывке пистолета, клапанов баллона. Бывает на руки себе брызнет, чтобы убрать капли краски. Так что он часто катается со мной в сумке для инструментов. Поэтому, друзья, сделайте себе такое приспособление. И работать с монтажной пеной будет в разы проще. И напишите в комментах, какой способ вам понравился больше всего. И что думаете вы по поводу промывки. Стоит ли покупать готовое? Или лучше сделать небольшую приспособу и экономить деньги? Поставьте лайк, если видео было полезным. И подписывайтесь на канал. Всем желаю хорошего настроения. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok